Ну что, Анатолий Васильевич, вам слово. Да, спасибо. Добрый день. На самом деле, во время выступления, у меня так вот эмоции переворачивали внутрь... А, микрофон. Какой? А, микрофон уже, все понял. Сейчас слышно, да? Отлично. Переполняли сердце, душу и вообще все такое. С одной стороны, были названы там замечательные ресурсы, которые, на мой взгляд, были запущены достаточно давно, но гораздо позже, чем российские. Тем не менее, мы не лидеры в этой области, оказывается. А, с другой стороны, защищаются какие-то абстрактные права от тех же самых издателей, на самом деле, при помощи этой Критии Коммана, или Коммон Критии, я уже не запутался. На самом деле, все, конечно, не так сложно, и все гораздо проще. На самом деле, приход интернета вообще в нашу жизнь, он меняет всю парадигму нашего материального мира и вообще то, что происходит, все вот эти эмоции, которые из зала, все эти претензии к министерствам, все они бессмысленны и наивны. Потому что интернет – это свобода для того, чтобы люди делали сами. Вот, собственно, я про этот проект, который я сделал сам, не хвастаясь сейчас, не возвеличивая себя и не называя себя феноменом, вот, я его сделал, начал делать в 2003 году, и с тех пор там, как бы, не прошу ничего ни у министерства образования, и спокойно двигаюсь, хотя, на самом деле, мог бы двигаться и более быстро. Я, на самом деле, недавно выступал на одной конференции, и я, вот, прежде чем рассказать о теме моолков, поскольку все-таки речь идет о моолках, а не о правах. Про права я тоже немножко зацеплю, но в другом контексте. То, вот, для начала я хотел бы подвести историю, как эта тема вообще, принцип, появилась. И вот такой маленький экскурс, он не претендует на полноту, безусловно. Я не все элементы вот этого, этих веба и образования упомянул. Я выбрал только то, что, на мой взгляд, важно и параллельно существует, и как вот друг друга подпитывает. То есть, я хочу посмотреть, откуда появились моки, и что такое, и вообще, куда они движутся. Вот, меня вот эта перспектива интересует, а потом расскажу, как это, в принципе, можно использовать. И, соответственно, образование, сам интернет, сам веб, это начался примерно, понимаем, да, в 90-е, там, середина 90-х годов. Появилась Mozilla, появилась Nescape, и появились плоские сайты, так называемые. То есть, с одной стороны, вот, те сайты, то, какой был интернет изначально, значит, безусловно, лидерами были каталоги. То есть, если у тебя есть каталог ресурсов, это уже замечательно, это вот первые такие вот библиотеки своего рода. Никакой динамик почти нет, были там CGI-скрипты, которые чуть-чуть позволяли что-то делать, но это, как бы, был такой вот слишком серьезный, требовалось сильно серьезного программирования. Вот, и общение появилось. Вот эти чаты, помните, если кто из там, из интернетовской тусовки, помните, такие кроватки были в России и прочее, но вот они были. И к тому же периоду можно обозначить, вот, как бы, в вебе вершиной достижений в интернете, это было интернет-магазины, которые уже появились, там, начиная, там, 98-го года, например, тот же самый Амазон и Азон, там, Россия, 99-й и так далее. И, с другой стороны, потихоньку начало появляться образование. Как бы, очевидно, что интернет-образование, они изначально близки были, ну, по какому-то, ну, вот, природному духу. То есть, эти вещи, они были неотделимы. И что же произошло? Вот я немножко взбиваю вперед. На самом деле, прошло почти 15, ну, может быть, даже 20 лет, когда, наконец-то, интернет-образование, то есть, образование в интернете стало вот таким вот массовым, интересным, каким-то, ну, заметным явлением. То есть, сейчас на эту тему очень много разговоров и так далее. Вот за этот период произошло много всяких изменений в вебе, да, то есть, появился вот веб 2.0, это, условно говоря, там, середина, там, 2000-х годов, да, 2003-2005 и так далее, там, когда появились динамические сайты, Adjax появился, вот появилась основная база материалов, о которых уже перестали думать и перестали защищать всякие авторские права, появился то, что называется user-generated content, то есть пользователь контента. Это когда любая девочка, просыпаясь утром, пишет что-то в социальной сети, и этого класса круто, и это вообще просто кул. Вот, ну, естественно, расцвет социальных сетей, при этом сайты начинают обретать такую, ну, если раньше было желание сделать такой мега-проект, в котором есть и то, и другое, и третье, то здесь, там, минимизация фон, то есть какой-нибудь моносервис делается, и все отлично, так сказать, все работает, все замечательно, капитализируется, продается, там, выходит на IPO и так далее. Ну, и с другой стороны, отражение событий в вебе, оно нашло отражение и в образовании, то есть появляются уже полноценные учебные коллекции, LMS, вот тот же самый Moodle начал уже там более-менее выглядеть, как нормальное системодистационное обучение. Ну, и точно так же появляются такие же самые образовательные мини-сервисы типа MOOC, типа Coursera, EDX и все такое прочее. То есть там все-таки, в отличие от, ну, вот, от больших порталов, я не буду там называть их пока, там все-таки вот выбрана одна маленькая траектория, одна маленькая модель образования, одно небольшое, перечислимое на одной пальце руки количество сервисов. Ну, и, как естественно, появляется бесплатный контент, как само такое явление, хотя, естественно, появилось чуть раньше. И вот то, что мы видели до сих пор, и то, что куда это движется. На самом деле, что такое Web 3.0, да, которого еще нет. То есть появится какой-то Team Lee или кто-нибудь еще и сказать, что вот теперь у нас появился Web 3.0. И, естественно, какое-то будет влияние на образование 3.0. Вот, в моем представлении, это выжимка из тех футуристических статей, идей, там, заявлений различных лидеров, которые вот видят какие-то такие вот признаки Web 3.0. И, на мой взгляд, этот Web 3.0, это будет именно образование 3.0. То есть вот если раньше это были два разных мира, то вот начиная с этого Web 3.0 будут ассоциировать только с образованием, потому что все остальное останется там. И все остальное, может быть, использовать вот эти вот новые идеи, но ни в коем случае, так сказать, не быть выше их. Это, во-первых, самое важное, то, что в отличие от этого юзер-генеет этого контента, то есть от того, что пишут все подряд, и то, что вот, ну, пишут там, любой человек может опубликовать в Википедии, да, любую статью и там под управлением модератором, Ария Пага, она каким-то образом будет там и утверждена, и там стабилизирована, и станет каким-то де-факто стандартом. Вот, но тем не менее, это делает один человек, и это право любого человека. Те же самые попытки создать книги в Википедии, на что рассчитывали, да, то есть как бы, когда десятки тысяч людей собрались, и они могут каждый написать по одной абзацу или главе и получить эту книгу, не получается. То есть они пробуют, кое-что получается. Я не скажу, что там идеально, но даже то, что получается, меня бы устраивало, в принципе. Но как массовое явление это не стало. Так вот, в М3.0, когда появятся определенные механизмы, я не знаю, какие, сейчас я не знаю, какие, но когда они появятся, тогда вот начнется вот это вот, под руководством этих вот гуру специально обученных, или там талантов, которые имеют определенные сервисы специально разработанные, которых еще не придумали, будут создаваться вот такого рода учебные курсы огромным количеством. То есть учебные материалы, вся образовательная среда, она может формироваться в сообщественном принципе, не так, как сейчас индивидуально, условно говоря, ученым советом, в лице ученого совета, отдельными преподавателями вуза. Нет, это как бы, ну такая вот, ну все равно стабильная система. Это должно быть полностью распределено в обществе, в интернете. Безусловно, задача автоматической персонализации, она и сейчас, она старая, да, то есть как бы каждый хочет иметь индивидуальную траекторию, каждый хочет учитывать и преподаватель, и студент, чтобы учитывались его индивидуальные особенности. Автоматизация этого процесса, наверное, это тоже вот элемент этой футуристической картины. Дальше. Обучение и общение, вот это вот, этот момент, который на самом деле сейчас присутствует во всех, вот этих вот новых системах, типа Udacity, Udemy, Coursera, EDX, эти пилинговые сети, которые позволяют проверять, ну там, задания друг друга, причем по-разному они проверяют, там, в каждой системе по-разному, но они пытаются подключить общество, все, всех студентов помогать друг другу, то есть решать задачи. Это общение, оно принципиально с точки зрения, вообще, ну, суть образования, потому что в реальной жизни, когда студенты, преподаватели, вообще студенты находятся в одной аудитории, они могут поговорить, обсудить какие-то темы. В интернете кажется это проще, но на самом деле это сложнее. Ну, просто очень большое количество информации передается не при помощи цифры, знаков и букв там, и там, и голоса, а все-таки нужен визуальный контакт. И вот этот вот элемент общения, вот это правильно построенное общение в этих системах, оно играет очень большую роль, и про эту роль я расскажу, вот как я делаю в новом проекте, вот в своем, да, в старом проекте, в новой версии. Контроль знаний, это социальный сервис. Здесь, вот что я имею в виду, на самом деле, конечно, когда студент сдает экзамен, не знаю, там, по математическому анализу, один раз в жизни, там, ну, там, или там три раза в жизни, там, в зависимости от количества математических анализов в программе, он делает один раз. Он приходит, рассказывает преподавателю, все, на этом его как бы, вот все его знания проблены, и все, это, все, все, он же счастливый, свободный человек, ему можно забыть про математический анализ, потому что, скорее всего, ему уже его никогда не использовать. Вот представьте ситуацию, когда он сидит где-то в пивной, рядом сидят девчонки, которые готовятся к экзамену, ну, а ему уже там лет 15 после университета уже прошло, и он так спокойно, ну, слыша, что они там говорят, он говорит, а это вот теорема там, не знаю, для бега, и это делается вот так вот. Вау, красота! Но мы же забыли это все. Но каждый раз, когда у нас есть возможность продемонстрировать свои знания в будущем, не только в ресторане, на работе, а, ну, при решении каких-то проблем, при создании своего бизнеса, да, то есть вот каждый раз это доказательство, оно социальное, то есть вот эти вот знания, настолько они ценны, насколько часто ты можешь их использовать. И научить доказывать свои знания не одному преподавателю, а когда ты учишься через интернет, доказывать это всему сообществу, например, в Фейсбуке, всем своим френдам, я сегодня изучил какую-то вещь, вот я тебе сейчас расскажу. Это более важно, то есть это очень важно, это не более важно, это очень важно, это с моей точки зрения. Ну и, естественно, есть прагматическая вещь, это интеграция с HR-системами, то есть системами наема сотрудников и различными их метриками, вот в каком ключе. На самом деле, конечно, у нас традиционно, уже достаточно давно, и, видимо, на всю нашу жизнь, по крайней мере мою, заказчикам, и, де-факто стандарты устанавливались в образовании, будет государство, потому что у нас есть бизнес, у нас есть экономика, два разных понятия, там одно, тут другое. Вот, и для бизнеса нужны одни люди, для экономики, ну, для государства нужны совсем другие люди. И вот этот разрыв, он просто в нашей системе, ну, просто неизбежен. Я думаю, мне так кажется, я плохо знаю их систему образования, вижу только те вот, ну, бантики, которые торчат. Вот я вижу, что она не такая, она в первую очередь рассчитана на бизнес, то есть на человека, на работодателя и на сотрудника будущего, чтобы выпускник нашел себе место там на рынке. Я могу там немножко, немножко, так сказать, абсолютизировать некие вещи, но вот это вот все-таки, ну, есть. И вот теперь мы подошли к МОКам. Вот МОК, на мой взгляд, он реализует первую, ну, вот модель 2,5. То есть вот это еще не 3, но это уже и не 2. есть очевидные вещи, которые на самом деле были известны давно и вообще говоря, ничего там нового там как бы в них и нету. То есть, условно говоря, вот идея того, что нужно мелко шинковать этот контент, делать видео не полтора часа, делать лекции не там не по 45 минут, а по 5-10 минут, это очевидно, это говорят все психологи, что больше там 5-7 минут слушать бесполезно, потому что за это время у тебя возникает либо куча эмоций, которая уводит твой там, тебя в другую сторону, либо ты просто, тебе не интересно, ты не слушаешь. Вот. Нужно обладать определенными, определенными талантами, что удержать какую-нибудь большую аудиторию. Вот. Поэтому, а поскольку образование, оно там достаточно тяжелое, в общем, физиологически не востребовано, то есть не является необходимым процесс, поэтому как бы это очень трудно сделать. Дальше второй момент, это вот пиринговые сети для проверки знаний. Это замечательная вещь, если посмотреть, на нее посмотреть очень правильно. Я на самом деле сам был шокирован, потому что, в общем-то, я занимаюсь дистанционным обучением и построением своей системы, там уже 10 лет, и как бы до меня это не дошло. А вещь очень простая. Значит, вот если кто-то не знает, я просто расскажу. Ну, представьте, у вас 100 тысяч учеников, изучает один курс. Естественно, во главе этой пирамиды стоит там один преподаватель, может быть, какое-то количество ему помощников, студентов, которые учатся, может быть, у него очно. А все остальное, там 99,9 тысяч людей, это люди где-то там в пространстве, времени, с различной культурой, с различными первичными знаниями, с различными, ну, вообще, разные, различные языки, в конце концов. И им дается, правда, на одном языке, дается задание. Они должны друг друга проверить. То есть, я должен проверить трех. Да, мне пишется, что при проверке, ну, вы должны высказать свои замечания, будьте добры, будьте внимательны, будьте, то есть, они предупреждают, чтобы я не хамил, что для нашего, вообще, российского человека в интернете, это очень важная вещь. И я, ну, это, ну, то, что, это, ну, так сильно социализирует среду, это, это первый момент. А второй момент, более важный, педагогический. Дело в том, что человек, проверяя другого человека, ну, например, я проверял задание, то же самое задание, которое выполняет индус, человек, который имеет вообще другую религию, ну, я, атеист, например, он другое образование, начальные исходные данные, он другие теоремы, те же самые теоремы, другими именами называет. То есть, люди совершенно, они учатся у друг друга, и они могут показывать вот свои эти, ну, там, свои рефераты совсем с другой точки зрения, и ты смотришь, да, действительно, вообще говоря, то есть, ты учишься еще дополнительный момент, то есть, ты читаешь, ты реально прочитал ту же самую лекцию, там, тему, да, там, три-четыре раза, преподаватель, и еще там три пира, да, вот. Ну, и вот момент, который, там, ограничение по времени, который, с которого я, вообще говоря, в 2003-м, хотела начинать, то есть, я, когда запускал свой проект, думаю, ну, ладно, это же нельзя делать бесконечно, да, то есть, не можешь даже учиться, там, два года, там, курс-то всего, там, ну, не знаю, книжку почитать, там, ну, 200 страниц, ну, полгода хорошо ограничено, и сопровождать это все, и, и понял, что это нельзя делать, и я не стал это делать сразу, я думаю, я думаю, что и, вот, и курсеры, все остальные, это, либо отойдут от этого ограничения от времени, либо со временем добавят еще дополнительную форму, там, с другими дипломами, все такое прочее, это реально тяжело, курсы тяжелые, то есть, вот, уложиться в это время, это невозможно, поэтому у них такой маленький выхлоп, от полпроцента до 10% на выходе, если у меня сейчас около 40% студентов заканчивает, там, начав курсы, то у них там вот 10%, и те 10% более важны, чем эти 40%, я понимаю, вот, но у них, правда, аудитория весь мир, у меня только Россия, ну, и, безусловно, то, что побочный эффект, контент стал бесплатный, это, конечно, из-за слуха ни курсеры, ни EDX, ни этих, ни даже, ну, там, и в том числе других проектов, это, это вообще движение, которое началось примерно, вот, то же самое в 2003 году, то есть, как бы, там получилось так, что мы одновременно, вот, и Дуит, и MIT, весной, в 2003, объявили о запуске этих проектов, и пример одинаковый вышел на рынок, да, причем, MIT сразу же взял курсы своих преподавателей, как вот тут обсуждалось, и выложил там их две тысячи, ну, я потихоньку собирал, там, за собственные деньги выкупал эти права у автора, но, все-таки, МООК имеет отношение к бесплатному контенту, он это движение усилил, то есть, это уже тренд, сейчас, на самом деле, бесполезно биться, держаться за права авторов, сейчас, когда мы говорим, вот, сейчас говорил там, Александр Васильевич, по поводу, вот, прав в СССР, он все-таки, немножко лукавил, с моей точки зрения, понимаете, нужно забыть про те курсы, про те материалы, которые были давно, они у кого-то, кому-то принадлежат, принадлежат, пусть принадлежат, поверьте, те знания, та математика, та физика, то те языки, ну, все предметы, уже писаны, переписаны десятки раз, я понимаю, что математика, там, в дивизициональном уравнении сильно изменились, но новых учебников, можно написать, сколько угодно много, и они создаются, их, их есть очень много, поэтому, не надо биться за те права, надо биться за, а сейчас каждый автор свободен, хочешь, выкладывай, никто тебе не мешает, сейчас, собственно, немного о себе, там, не хвастаюсь, 1,2 миллиона зарегистрированных пользователей, 700 учебных курсов, из них 170 видео, это то, что мы успели наснимать, покупать у авторов, я, я хочу сказать честно, что я, вначале, конечно, платил достаточно большие деньги, чтобы выкупать права, ну, не авторские права, права публикации, причем, не эксклюзивные, я всегда говорил автору, пожалуйста, ты можешь спокойно и дальше, где угодно, публиковать, как угодно, делать с материалами, все что угодно, вот, но я покупал все-таки, они мне обходились, хоть и достаточно дорого, но не столько, сколько они стоят, потому что покупал готовые, то есть, если у человека есть, я покупаю, но финансировать разработку, я мог это сделать только с помощью каких-нибудь компаний, ну, в частности, вот компания, там, Intel, или Microsoft, и некоторые российские компании поддерживали, и вот это финансировали по полной программе, достаточно серьезно денег платили, примерно сейчас около 500 тысяч посетителей в месяц, включая там мобильные, много подписчиков, и есть различные спецпроекты, вот там, то, что сейчас называется академиями, специальный ресурс на сайте, ну, в том числе, вот мы сейчас с компанией, с организацией UNESCO, вот, может быть, с нанотехнологиями, маленькой там замутим, академии, вот, какое у нас образование, у нас, ну, как бы, конечно, я отношусь, с одной стороны, цинично к образованию, то есть, ну, оно либо есть, либо нет, да, то есть, как бы, тут, но есть еще такое понятие, как традиционно, у нас обязательно, должны быть обязательно дипломы, так вот, мы на всякий случай, случай получили лицензию, сейчас очень активно за нее боремся, с Роспроднадзором, потому что, выясняется, что нам, чтобы заниматься образованием, нужно иметь, мизинский кабинет, столовую, спортзал, и говорю, а, извините, все дистанционно, я студента вообще не вижу, говорит, а это не важно, я говорю, а аудитории нужны, а вот аудитории не обязательно, не, ну, то есть, ну, там, хорошо, что не занимаюсь дистанционным образованием, там, как и врачей, там еще морг нужно иметь обязательно, это тоже требует, то есть, вот у нас есть программа повышения публикации, которая формально лицензируем, мы выдаем официальный диплом, установленный образца, потому что сейчас госдиплом отменили, как вы знаете, про переподготовку то же самое, запустили высшее образование, мы не хотим получать аккредитацию, то есть, видимо, придется, но я надеюсь, что вот все-таки мир движется в правильную сторону, точнее, российское законодательство, что, ну, рано или поздно, это глупость, как госдиплом отменят, аккредитацию отменят, ну, я, вот я тоже машу, вот когда утром, вечером прихожу, там, перед зеркалом, машу головой, вот утром, у меня есть надежда, что все-таки, каждое утро стоят с надеждой, что это все отменят, вот, но запустили, да, но сейчас я хочу запустить, то есть, вот как только я закончу эту войну за лицензирование, она у меня есть, там, просто проект, я вообще хочу сделать все это образование бесплатным, то есть, учеба по курсам, по учебным, все курсы мне выложены, хотел показать, где, они в открытом доступе, они бесплатные, обучение бесплатное, но если вы хотите, официальные дипломы, то пожалуйста, там, некие деньги, я понял, что эти деньги настолько смешны и неинтересны, что лучше это делать бесплатно и давать высшее образование бесплатно, может быть, даже и пройти потом возаккредитацию, вот это страшный вопрос, вот это страшный вопрос, не знаю, это больше всего меня этим вопросом мучает жена, так вот, на самом деле, что было, ну я не знаю, может быть, кто-нибудь, вообще кто-то видел мой сайт, можно попросить поднять руки, вот, а кто-то видел очень давно и новые, вот давно там видели, да, а новые, новый сайт, ну вот ладно, окей, хорошо, но я все-таки расскажу, на самом деле, как бы, раньше он был очень простой и все его любили, потому что он был простой, но, мне казалось, ну все пользователи любили, они выяснилось, что они любили их после того, как я сделал другой, когда их застал при тебя новый, вот тут сказали, что ты не прав, Толя, в общем, но тем не менее, я сделал новую платформу, которая, мне казалось, будет вот провайдером вообще всего образовательного движения, потому что, ну вот, ну, все как-то глухо, вот все ЛМС, которые существовали, там, они меня сильно не устраивали, они устраивали по разным причинам, вроде бы все есть, а вот ничего нет, и тут, когда вот появился, нет главного, нет общения людей, а для образования, я уже это говорил, вот это очень важно, это крайне важно, я думаю, ну, тут появляются социальные сети, я говорю, классно, ведь социальная сеть, она взяла там, сделала общение просто вот нормой присутствия в интернете, раньше были чаты, форумы, но такого бума общения не было, да, понятно, общение зачастую не про что, но если сделать специализированную социальную сеть, где будут собраны люди, которые будут говорить только о том, что нужно говорить, все будет классно, вот мы сделали такую социальную сеть, я тебе чуть позже расскажу, и саму систему обучения строили над сетью, то есть в основе была сеть, а потом уже СДО, добавили некие там сервисы, которые должны решать локальные задачи, сделали репозиторию контента, облачные сервисы, партнерские программы, не сделали пока делаем, и вот самый сложный момент, семантически связанный контент, о котором я так много говорил до этого, это тоже задача будущего, потому что на самом деле я пока не знаю, как это делать, но это вот в новой платформе, он задуман, он как-то будет сделан, он заработает, не заработает, я не знаю, вот про сеть, значит сеть, как я уже говорил, важна для того, чтобы людей заставить общаться, обычная сеть, ну условно Facebook, ВКонтакте, это вот плоский граф отношений между людьми, я знаком с вами, вы с ним и так далее, мы можем как-то там по различным правилам передавать друг другу информацию, есть сообщество, это тоже плоское сообщество, это группа людей, которые что-то любят, кто-то любит математик, кто-то любит помидоры, кто-то Аллу Пухачеву, вот они по-разному могут пресекаться, но существуют, ну есть такое вот плоское общение, там вот эта лента общения и все, теперь что мы делаем, мы над этой сетью настраиваем СДО, то есть система обучения, которая пронизывает, висит над сетью и говорит, что вот здесь вот такие вот темы есть, например, там математика, физика, экономика, и в них есть курсы, в результате на самом, вот когда вы оказываетесь в этой сети, начинаете учиться, вы начинаете эволюционировать, вы с первого курса приходите на вторую, там от лекции к лекции, вы становитесь умнее, вы становитесь, из общения вы становитесь более авторитетны, то есть вы меняетесь, сеть растет, вот это отношение между людьми возникает совсем другие, то есть вместо френдов, которые никто отменял, они остались, появляется естественным образом, то есть сеть наводит, вот эта структура наводит свои собственные связи, в частности, появляются очевидные однокурсники, мы с вами изучаем один курс, мы однокурсники, мы можем говорить на одну тему, у нас есть система общения, у нас есть общая программа, мы можем общаться внутри программы, ну и, соответственно, вот эта эволюция, она должна как-то усиливать эти связи между людьми, заставлять общаться, но я скажу, это была моя главная надежда, что вот эта вот система позволит людей заставить общаться внутри образовательного процесса, поскольку люди достаточно умные, и так оно происходит, они вот глупости не говорят, и в форумах, там как бы за редким исключением, есть там мат, мы сразу блокируем, но вообще говоря, обычно говорят по делу, но мало, и эта сеть не заработала, по одной простой причине, к сожалению, она требует огромное количество вычислительных ресурсов, для того, чтобы установить такие же вот возможности, как это реализованы в Facebook, нужны там десятки, сотни серверов, которые будут отслеживать вот эти вот, делать мгновенные сообщения, ну вы видите, когда кто-то сообщает, у вас там красный, в Facebook красный фонарик загорается, там в Facebook есть ограничение, 5000 френдов, не больше, это не просто так, просто придумали и все, это потому что сервер не мог вот эту вот сильно разряженную матрицу очень быстро обрабатывать, когда там миллиард, условно говоря, записей, вот посылать кучу сообщений друг другу, это просто вот естественно математическое, там техническое ограничение, ну вот, и я думал, что мы там умные, очень, так сказать, образованные программисты и математики, эту задачу решим, там десяткам серверов, нет, не получается, и вот мы запустили, она там на 10% работает, вот так она задумана, не работает, но тем не менее, вот эта фишка, которая очень важна, конечно, вот тут же возникает, ну, возникает желание задать вопрос, а чего вы так мучились бы, да, взяли бы Facebook и над ним это все строили, вот это еще сложнее, по той причине, что не сильно внутрь Facebook можно и залезть, вот те API, которые не дают, к сожалению, но дают только столько, сколько они дают, сколько они не боятся, что ты слишком больше заработаешь, чем они, ну, в общем, я думаю, что там политика какая-то достаточно существует, вот, и я повторяю, мы где-то в год, нет, не повторяю, мы где-то в год обучаем в той модели, бесплатной модели, около там 160, 180, может быть, там в этом году до 200 тысяч человек дойдем, но вот платная, к которой люди приходят, да, это единицы, ну, это, ну, десятки, ну, хорошо, там, может быть, сотни, ну, ну, так получилось, но это не беда, и вот какие проблемы, соответственно, возникают в любой сети, в любой системе, которая связана с дистанционным обучением, с МООКами и прочими этими, первое, это, безусловно, вот то, что было сказано, дорогие лабораторные практические работы, не то, что дорогие, а пока трудно реализуемые, и не то, что они, как бы непонятно, как их реализовать, ну, просто, ну, просто дорогие, такая рекурсия, рекурсия, я понимаю, когда Курсера, которая дали 20 миллионов на это дело, или тот же МАТ, которому там, несколько, раньше, фонд Хюльд Паккер дал по 100 миллионов долларов, ну, они это не сделали, то есть мы-то со своими там, рублями, вот, второй момент, второй момент, ну, хорошо, вы хоть что-то бы сделали, я не очень, не политично, ну, и второй момент, который тоже, я отношу к методическому, то есть, мотивациям, дело в том, что это как вот в художественной фильме, если он цепляет тебя, там, на спектакле сидишь и музыку слушаешь, вот это цепляет, ты, значит, учишься, а вот если не цепляешь, то есть, вот, организационно это можно сделать, можно просто закрыть зал, или там, вот, просто там, если стоять с кувалдой, или с автоматом, а вот на методическом уровне, то есть, чтобы это все было внутри материала, чтобы хотя бы, либо не внутри материала, а хотя бы внутри сети, системы, СДО, да, то есть, которая, сама, вот, сам, вот, все железо, весь софт, который, вот смотрит на тебя через экран, оно заставляло тебя, как-то, вот, обучаться, вот, то, что Светлана начала, в начале рассказывала, рассказывала про образовательные ресурсы, открытые, да, образовательные ресурсы, и отличия, и их очень много, и они были давно, и Мерло, я помню, там, 98-го года примерно, еще, может быть, и раньше появился этот американский ресурс, но, и сейчас появляется очень большое количество ресурсов, образовательных, которые не делают, одну традиционную ошибку, и она вот именно мотивационная, в интуите я сразу сделал обязательно тесты, да, за эти тесты меня все время гнобили, ругали, тесты плохие, мы их развивали, правили, все такое прочее, основная была претензия, большинство к тестам, но тесты играли, и до сих пор играют ключевую роль, после каждого занятия тест, потому что это вот элемент игры, то есть вот человек, который что-то изучил, он должен сейчас моментально подтвердить вот это все, вот если это не сделать, то вот эта вся картинка рассыпается, и не будет лонгтерм, не будет там человеку последовательно, вот он даже прошел половину, он уже рад, почти потеряет руки, отлично, я молодец, дойду до конца, это очень маленький мотивационный момент, но который позволяет 40% выдерживать, до 40% довести, условная успешность завершения, я думаю, что вот остальные вещи, можно придумать более интересные, то есть скорее всего и будут придуманы, но вот они появятся, вот, и организационные моменты, ну вот тут я уже говорил, что либо рынок, либо то, либо стандарты, ну и нормативная база, я уже про норму туалетов на дистанционное образование, уже, так сказать, описано, а к тому же у нас, как выяснилось, и сама технология передачи методики образования, уже должна лицензироваться, что вообще там как бы нонсенс в мировой практике, и вообще просто там беспредел. но закончим мечтой, на самом деле, вот сейчас происходит очень большой сдвиг, ну я думаю, что, ну все, все помнят, какие сдвиги вот в интернете были, то есть появился неэскейп, в начале была Мозилла, да, там, это, мозаика была, потом появился неэскейп, и произошел взрыв, первая волна капитализации прошла, неэскейп был, там, вышел на IPO 5 миллиардов долларов, потом еще этот, Андрессен запустил еще один проект, и тоже там несколько миллиардов долларов, и все, потом появился интернет-магазин, и туда, ну, заливали огромные деньги, потом бум в 2000 году, все лопнуло, да, в поисковые системы вкладывались, потом начали вкладываться в хостинг, тоже волна капитализации прошла по всему миру, потому что, ну, вот хостеры там тоже, там, носители каких-то там ценностей, потом пошел веб 2.0, и я все время ждал и думал, ну образование, почему, почему проходит мне образование, почему, почему вкладываются там триллионы куда-то, сюда нет, потом, еще пару глупостей, и все это лопнуло, ну, большинство им лопнуло, и, наконец-то, вот, там, два года подряд, миллиарды долларов вкладываются на Западе, каждую неделю выходит на IPO новая компания, которая связана с каким-нибудь монопроектом в интернете, все замечательно, деньги идут, даже по России начали ходить, так сказать, уже инвесторы ходят там, кого бы тут подобрать, там, копеек за 30, вот, но не покупают пока, боятся, вот, и это хорошо, что, что в образование пришли деньги, в интернет образование, на самом деле, деньги пришли в образование, целиком, то есть, это, уже нельзя разделять эти вещи, в принципе, но, за деньгами пришло самое важное, на мой взгляд, пришли мозги, пришли дети, с горящими глазами, студенты, выпускники, то есть, ну, все люди, которые там, увидели, что, вот где, там, огромная там куча, если к ним подойти, то можно где-то там охватить, с этими людьми пришли новые идеи, на самом деле, идей очень много, вот сейчас, когда вот смотришь, кто что делает, пускай это мини, моно, вот, все ищут вот этот идеальный веб-сервис, точно так же, как в свое время появился веб-сервис, вот поисковая машина, да, поисковая машина ведь очень простая, вот, ну, люди старшего поколения, мы помним, что, там, в Москве, когда стояли вот справочные эти, киоски, можно подойти к тетеньке, заплатить там, я не помню, уже сколько, вот, что? Ну, у меня, наверное, склероз значился, у вас еще нет, вот, нет, ну, там были в виде разной цены, вот, и, да, 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 ну, не будем спорить, важно то, что, вот точно так же, можно было бы строить поисковую машину, вот, задал вопрос, сидит там, девочка отвечает себе, больше вопросов, больше девочек, еще больше, еще больше, не масштабируется, но, как модель, могла жить, но, тем не менее, и Google, и Яндекс, и еще до них, альтовисты, и прочее, Яхи, они же придумали другое, они говорят, не, ребят, мы напишем робота, который будет плохо, хорошо, но постепенно мы его будем налучшать, и он будет давать вам релевантный ответ, относительно, ну, плюс еще к тому же, он же создат, создат еще какую-то такую вот, интересную там историю, то есть, вы можете, и это посмотрите, и это, и это, там, как бы, несколько, сами выбирайте, и они сделали вот это, вот, вот, и, если бы, появилась такая форма, все мечтают о волшебной таблетке, да, то есть, как бы, я хочу изучить язык, я хочу там на ночь, все время, да, значит, на ночь съесть таблетку, или там, послушать какую-то кассету, все будет замечательно, а нет, вот, не получается пока так, но ищут именно вот это, и ищут то, что вот сейчас нарисовано, вот, хочу узнать там, как решать дефицциальное уравнение, не одно, а сразу все, и причем не за, там, два часа потом почитать, а вот чтобы вот, вот вышло, как в Яндексе, раз посмотрел там, три минуты, да, все, это достаточно, вот это мечта, на самом деле, это мечта, три ноли, это, это, но это, я понимаю, я понимаю, это какая-то такая вот, но, неправильно, может быть, сказать, идея там, для людей, которые в образовании, тем более, это вообще страшно, а вот реально сейчас, вот эти вот веб-ресурсы, появляющиеся новые, они именно это ищут, они об этом мечтают, они об этом думают, как сделать образование проще, интереснее, и вот как бы так, даже три нольные там, пока думаем в версии 2.0, ну вот, в общем, мои глупости, наверное, закончатся. Спасибо, Анатолий Васильевич. Коллеги, вопросы есть к Анатолию Васильевичу? Давайте. Я все один, по-самечею. Ну, а все остальные, знаете, может быть, боятся, а вы смелые, давайте. Вы знаете, ваш ингредиент, не может быть, выражен, вы хотите бежать за вами, но, все-таки, знаете, я хочу вас вернуть на нашу грешную землю, живем-то с тем кагалом, который мы, да, вот все то, что вы рассказывали, очень хорошо для того, чтобы девочек побежать в ресторане, а вот в нашей системе образования это вообще не работает, я не знаю, когда заработает. Вот смотрите, мы работаем все по стандартам, да, которые сейчас скучны, стандарт третьего поколения, всякие названия, если вам довело заполнять эти вбосы, да, и вы знаете, что это такое? 96. Это полный идиотизм, бред, но он настолько, ну вот, в клетку нас засадился, да, что о чем тут говорить? Какой ВЭП 3.0, если мы на шаг отступить не можем, полчаса не напиши туда, что ты какую-то программу не дочитал, и все, я уже криминал, там у тебя красная лампочка идет. Значит, как совместить все то, что вы говорите сегодня? Сейчас, я длинный вопрос задам, давайте. Как совместить вообще все, что вы говорите, если вообще в конце концов есть диплом? Ну вот, вы видите, мотивация какая? Мотивация вообще-то, говоря, получить документ, потому что, конечно, работодатель не может оценить уровень ваших знаний, он оценит формальный уровень знаний, который представлен документом. Значит, как ни крути, открытое образование должно закончиться документом. Это раз, да? Во-вторых, значит, если мы все-таки ограничим себя, есть, черт, любили стандарты, есть обязательность документа, то тогда давайте все ваши методы попробуем совместить с тем, что мы сегодня делаем. Мы сегодня занимаемся очным образованием, и как совместить тогда вот дистанционное, открытое, как угодно его назвать, с очным, чтобы мы могли хоть сколько-то времени пожить в этом во всем. А можно я помогу ответить? Да, извините, извините, вопрос был задан мне, но я только видел, кроме Александра, никто, ну то есть, все хотят ответить. Да, я хочу сказать, вот, я отвечу только на одну часть, на первую, на самую первую часть. Все остальное я понимаю, боль и чувство изнутри, потому что я занимаюсь тем же самым, поверьте. И я нахожусь там же, в той же самой яме. Про гостстандарты. Да, вот, у меня была проверка месяц назад, мне пришлось написать 96 штук. Но вместо, мы что сделали? Мы написали робот. Мы написали робот. Мы сейчас хотим этот робот усовершенствовать и сказать, что, ребята, вот нечего заниматься ерундой, писать каждый там экостандартный, все эти стандарты одинаковые, специальностей мало, они причислимые. Да, пускай было 700, стало 400, должно быть сколько там по, 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 это, комменции, которая под Песболонской, там 70, должно быть, или 80. Вот, что мы, не найдем 80 человек, 80 умножить на 50 курсов, это всего лишь там, ну, на 70 курсов, там, 5 тысяч, мы каждый пишем одно и то же, вот не надо это делать и все. вы знаете, ведь самая главная задача состоит нескольку, дело в том, что, я занимаюсь информационным правом, в том числе, смена, так скажем, того, чему надо учить и знаний, которые необходимы для того, чтобы работать. Вот, по моим подсчетам, ну, идет некий процесс ускорения, сейчас это где-то уже два года. За два года меняется концепция. Значит, чему надо научить, вот я, лечу не схожу из этого, надо научить учиться, грубо говоря. Вот это самое главное. То, что касается стандартов, вот я двумя руками за, потому что большей глупости я в своей жизни не видела. Стандарт по юристам, это просто, ну, не буду говорить, что я по этому поводу думаю. Это уже все поняли, это безобразие. Но, как бы, каждый преподаватель отходит от этого ровно настолько, насколько он это понимает. То есть, одно дело, отчетные параметры, другое дело, то, что ты даешь студентам. И, ну, я-то, у нас не студент, у нас судьи, взрослых людей учим. Немножко другой, немножко сложнее. Но все равно. Понимаете, вот ты должен им дать то, что ты считаешь нужно. Ну, может быть, у меня гуманитарная сфера, у нас намет другая. То есть, понимаете, вот это научить думать, научить учиться, вот, наверное, это главное. И как-то будет стыковаться с системой роботов, я, наверное, не очень понимаю, но, в основном случае, вы должны уметь получать оттуда информацию. То есть, Колесо Васильевич скажет, потому что она очень любит, я скажу. Уважаемые коллеги, вот, здесь есть очевидная путаница, да, вот, когда мы все обсуждаем, мы говорим образование. Но образование, оно состоит из двух частей. Образование, это, да, это тот каркас, в который нас, это клетка, в которую нас загоняет государство, и в результате которого та деятельность, в результате которого человек получает бумажку, диплом, да, и образование, это получение человеком знаний, да, не снаружи, а изнутри. Обучение и образование, используют два слова. Получение человеком знаний, которые ему нужны зачем-то. Вот, реальность, она заключается в том, что вот те методы, те системы, о которых говорит Анатолий, они адресованы во вторую часть. То есть, человек, который хочет получить знания, в чем разница? Есть два, как бы метода передачи информации, пул и пуш. Когда мы занимаемся обучением людей в вузе, в очной форме, мы пользуемся методом пул, мы вталкиваем им в голову то, что они там могут или хотят получить, или не хотят получить. Когда человек приходит в интуит сам, он пользуется, как во всем интернете, пользуется методом пула, он вытягивает знания. Когда человеку надо что-то написать там или подготовить, и он лезет в интернет за информацией, которая ему нужна, он тоже пользуется методом пул, и это тоже образование, это тоже получение знаний. То есть, не только открытие образовательной ресурсы, но вообще говоря, весь информационный пул интернета это то, что можно вытянуть оттуда и использовать для образования. Мотивация в этом случае прежде всего внутренняя. Каким образом эту мотивацию подстегнуть человеку? А как бы два способа есть. Первый, это интегрировать вот этот пул схему. Вы спрашивали, как соединить выдачу диплома и очное образование, очное обучение, пуш-схему с тем, что делает Анатолий. Можно я сказать? Очень просто соединить, очень просто. Подсказать людям, где они могут взять информацию. заставить, как бы дать возможность в двух сразу. Пускать так хочется. Сейчас я мысль закончу, пока не забыл, а то у меня память короткая. И тогда это может это совместиться и это будет работать. И вторая вещь, о которой я хотел сказать, здесь неоднократно упоминал Анатолий, что есть как бы две плоскости. Есть плоскость стандартов государства, то, что требует государство там с большей или меньшей адекватностью окружающего мира. Есть то, что реально нужно работодателям, коллеги. Ну вот, собственно говоря, это еще одно направление мотивации. Через работодателей выйти вот на то, что... Можно я скажу, как работодатель и все-таки в защиту официального образования, коллеги? Если вы обратили внимание, то в новых стандартах очень увеличилась доля самостоятельной доли работы студента. И последнее инструктивное письмо от министерства было нам с вами приписано о том, что увеличить количество дистанционных курсов на какие-то некие проценты. И вот эти курсы должны лечь в основу самостоятельной работы. Это раз. А два, про работодателей и про отмену аккредитации. Как вы обратили внимание, в дополнительном профессиональном образовании в рамках нового закона уже отменена аккредитация дополнительного профессионального образования, но при этом развивается очень сильное движение профессиональных стандартов. И речь идет о профессионально-общественной аккредитации. И если это у нас с вами пройдет на дополнительном профессиональном образовании, то и в высшем образовании аккредитацию государственную отменен. Так что все идет к тому, что вы хотите. И мы соединяем уже с ежом. Да нет, ну можно перед тем, как мы продолжим все за кофе, потому что кофе с теннисом. Я последнее расскажу. На самом деле, вот Саша сказал другую вещь. Вообще говоря, конечно, то, как у нас преподают в вузах, это неправильно. Это вообще безобразие. Когда стоит преподаватель у доски и там бла-бла-бла там полтора часа. Конечно же, вот то, чем хорошо зацепилось на американскую эту... На американскую платформу образовательную. Вообще, почему там все так взлетело? Да потому что оно изначально было таким, другим. Преподатель приходил, говорил, что к следующей лекции вы прочтите это, это и это. Сделайте вот это, а потом мы с вами это обсудим. Потом они обсуждают это с преподавателем, потом с инструкторами и, естественно, когда приходят на новое занятие, они не получают новых знаний. То есть они получают, они утверждают их. У них уже семантический ряд, у них уже слова, у них какие-то есть, у них уже цепляется за это все. было 5 человек, а не 50. Да не важно это все, это не важно. Это прошлое, прошлое семинар, мы делали это в Новосибирском университете, все, и с 30 человек работает. Просто, но это трудно повернуть это все, это невозможно, да, потому что эта традиция, германская модель, она с нами навсегда, ну, она даже не германская, она еще откуда-то пришла там. Яна Муз-Каменский. Пойдемте, погиб. Завершающий вопрос первой части, и потом небольшой. У меня он состоит из двух видов. Первая, я хотел поблагодарить, конечно, докладчика, а вторая часть, это прокомментировать следующую тенденцию, которая в некотором смысле противоречит основной по открытому, по открытому ресурсу. Последние два года журналы, которые все, вот основные научные журналы, которые до этого все материалы выкладывали электронные в открытом виде, сейчас потребовали деньги. Это касается, например, журналов, среди образования. Я хочу сказать, что здесь декоративные журналы. Научные журналы все в открытом доступе. Мы издаем 16 журналов, и у нас все в открытом доступе всегда было. Значит, было произнесено два ключевых слова, очень важных, образование и обучение. Потому что вот, вот здесь вот, потому что вы поймите, что образование, это не только получение новых знаний, это приобретение определенной культуры, восприятия их знаний. И главное, это социализация. Потому что вот то, что говорил Анатолий, а я тоже говорил, что я преподавал в Голландском университете, и я учился, как вот надо готовиться мне и как должны готовиться студенты. Потому что они действительно готовятся к тому, чтобы я воспринимал их, а они воспринимали меня. и это вот и есть тот, так сказать, симбиоз, ну, скажем так, учителя и ученика. Ну, ну,